Феникс Силу, чтобы победить своих врагов Феникс также может использовать Прямую энергию солнца Для создания звездного взрыва Всем троим Вот, 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 о чем я говорил, ребят, забылся я немного Нажимаю ВВВ, а у меня таргет Появляется, вот, 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 о чем я говорил, ребят Вот о чем я говорил Вот о чем я говорил Да-да-да, друзья, сегодня у нас речь пойдет об этом чудесном персонаже под именем Икарус, он же Феникс Ребят, я кайфую с этого персонажа из-за того, что у него самая качественная моделька, на мой взгляд, в доте Этот персонаж довольно-таки недавно появился, ну как недавно, довольно-таки давно уже знают все этого персонажа Но это был один из самых таких крайних персонажей, который в принципе появился в доте Он имеет отличные-отличные визуальные эффекты на все свои способности И, соответственно, за это его просто уже полюбили многие ребята И, соответственно, я не знаю, ребят, это просто, блин, я кайфовал, когда делал этот гайд Ребят, сегодня разберем по типу гайда все его способности, расскажу его фишечки, некоторые нюансики И, соответственно, пожелаю вам приятного просмотра и хорошего настроения после просмотра этого прекрасного гайда Ребят, готовы? Тогда знаете что? Конечно же, знаете Поехали! Итак, друзья, первая способность на нашем персонаже, это способность, позволяющая Фениксу стать более мобильным персонажем И просто передвигаться в драке, как можно неприятнее для своих энерги оппонентов И как можно приятнее для себя самого Просто, Феникс, по нажатии определенной кнопки, а именно у нас тут кнопка D Это D, это у нас ход K первой способности Наш Феникс делает вот такой вот облет, возвращается как буверанг обратно Делает он это по часовой стрелке, то есть делает такой облет И, соответственно, возвращается на место Для того, чтобы отменить и использовать этот, так сказать, облет вот этой местности Который мы, в принципе, указываем Достаточно просто направить, куда ему лететь Нужно, допустим, сюда, и он сделает вот такой вот облет вокруг вот этой области, куда мы нажали кнопку И, соответственно, прилетит обратно Но для того, чтобы отменить эту способность Нам нужно будет также во время полета нажать на ход K, как именно вот этот D То есть для того, чтобы использовать эту кнопку, этот спелл Мы нажимаем D, и, соответственно, можем долететь до определенного места, куда мы хотели И нажать тут же D, и наш персонаж здесь остановится Очень просто в применении Я думаю, вы сами попробуйте уже По сути дела по игре и по обучению игры на этом персонаже И, соответственно, поймете, как это работает Этот спелл, он, в принципе, реально, он крутой, он мобильный И он несет за собой определенные плюшки Давайте я вам расскажу Во-первых, что нужно знать Очень нужный и очень важный момент То, что Феникс у нас всегда жертвует своим здоровьем Для того, чтобы юзать какие-либо способности Ребят, об этом не стоит забывать И жертва, которую у нас вносит Феникс Равная 15% от нашего хитпоинта То есть, соответственно, от, допустим, у нас сейчас, грубо говоря, 1000 хп И 15% хитпоинтов он будет Феникс сжигать При юзании вот этого дайва Ребят, к сожалению или к счастью Маны эта способность не берет То есть, если у нас не будет маны, мы все равно сможем улететь Но тут проблема в том, что чем больше у нас хитпоинтов Тем сильнее первый спелл нанесет нам урона 15% хелл коста То есть, будет затрачиться хитпоинтов Поговорили уже о трате хитпоинтов И давайте уже поговорим о плюшках Которые будут нам попутно даваться Смотрите, когда Феникс пролетает И цепляет какого-то персонажа А Феникс у нас летит на расстояние 1400 И радиус вот этого зацепа у нас И горения, накладывания горения на энеми оппонентов Радиус этого зацепа будет 200 единиц И какое у нас тут идет попутно горение И что-то потом еще накладывается Смотрите, в зависимости от уровня прокачки У нас тут будет горение на 10, на 30, на 50 и 70 дпс 70 дпс длительность Вот этой темы у нас сей будет 4 секунды Попутно, попутно Вместе с этим горением Накладывается на энеми оппонента 25% замедление передвижения Это очень прикольно Потому что в комбинации с ультимейтом Позволяет хоть чуть-чуть Но замедлить энеми оппонентов После дайва, чтобы завязать ультимейт И все как можно медленнее И более сложнее было добраться До персонажа, до нашего ультимейта Чтобы его сбить Ребят, в принципе, эта тема у нас такая простенькая Эта тема блокируется у нас обычным унитетом Типа как БКБшкой И можно развеять этот дебаф То есть, соответственно, можно Допустим, если на нас наложено это замедление Оно, в принципе, легко может сняться диффузоидом И прочими другими, так сказать Прочими другими дизейблящими предметами То есть юл, там, и диффуз Опять-таки, пресс-атак Я всегда этот пресс-атак приписываю Ну, потому что пресс-атак это хороший дебаф И, в принципе, по данной способности все Прервать этот полет очень легко Каким-то станом Или, допустим, фиссура шейкера Там юл Все это прекрасно контрится То есть феникс у нас не неуязвим Когда он так летит Все возможно на него нажать То есть этот дайв реально сбить Когда персонаж в полете Его очень легко сбить Также второй сларка В принципе, сларк цепляет его Феникса и все Феникс не может улететь То есть он как бы Показаться вроде улетает Но если вы отмените В определенной точке Чтобы убежать от сларка То, к сожалению, вы вернетесь По механике доты Обратно там, где вас прицепил сларк Вот такая вот у нас первая способность Ребят, рассказал вам очень много По ней нюансов Главное то, что нужно знать Дает замедление Дает ДПС Снимает у вас ХП И не накладывается на Не На тех персонажей Которые У которых есть БКБ Или не восприимчивость к магии В принципе, это все Поехали на второй спелл Итак, друзья Переходим ко второй способности Что нам нужно знать О второй способности Я вам сейчас поведаю Ребят, вторая способность Это отличная способность Позволяющая комбинировать С нашим ультимейтом И первой способностью Ребят, смотрите Что нужно нам знать О второй способности Во-первых Ход Кей Второй способности У нас таков Нажимаем F Появляются вот такие вот спириты Эти спириты действуют В течение 16 секунд Если мы В 16 секунд Не укладываемся То эти спириты У нас, соответственно, исчезают И ничего мы более Не можем сделать То есть мы просрали спелл А раньше эти спириты Когда исчезали Они падали под нас И вносили определенный урон В зависимости от уровня прокачки Ну, то есть Какого у нас левела Соответственно, второй спелл был И так, соответственно, и дамажили Также, ребят При юзании второй способности Мы будем терять 20% От настоящего Значения здоровья То есть, допустим У нас сейчас 823 хп От этих 823 хитпинтов Мы будем терять 20% Вот этой вот Темы Соответственно Нанося себе урон Плюс, еще в зависимости От уровня прокачки У нас будет Тут определенный монокост Ребят, для того, чтобы Уметь пользоваться Этой способностью Далеко ходить не нужно Нажимаем F Это хоткей У нас второй способности И выбираем область Область у нас составляет 250 И, соответственно, в область Вот этой вот 250 Но вообще Радиус там написано 175 Но он немного увеличивается Если Если, допустим Мы пользуемся Некоторыми плюшками Типа вот как Вот так вот закидываешь То есть все равно попадаешь И, соответственно Рэнш у нас немножко увеличивается Вот, как бы И просто раскидываете Этих спиритов И В чем приколюха? Эти спириты не складываются То есть если вы выкинете Всех их Одновременно В одну цель Ничего не произойдет У вас не получится Больше ДПСа Вы просто Переобновляете То есть получается Вы просто обновляете Эту способность На каком-либо из персонажей Из Энми оппонента И все То есть ничего больше Происходить не будет Так, про хоткей мы поговорили Давайте поговорим уже Об уровнях прокачки Я вам рассказал Рэндж 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 Кидание этих спиритов У нас Косарик Ну, 1100 Косарик И отличный рэндж Я просто кайфую с него И, соответственно По рэнджам все По времени этих спиритов Я рассказал Давайте переходим уже Непосредственно К уровням прокачки Смотрите В зависимости от уровня прокачки У нас тут Улучшается Абсолютно все КД Монокос Тут И, соответственно Плюшки какие-то Смотрите На первом уровне У нас будет наноситься 10 ДПС Одним спиритом И 80 атак Спида Будет убираться С энми оппонента На втором левле 30 ДПСа будет И 100 атак Будет 100 атак Спида Будет убираться На третьем 50 ДПСа Будет Наносить 1 спирит И будет убираться 120 атак Спида И на четвертом левле Будет наноситься 70 дэмэдж Пер секонд И 140 Атак спида Будет убираться С энми оппонента То есть Как это работает Смотрите Нас бьет Дум Спокойно бьет Кидаем спирит И смотрите Он начинает Замедляться То есть он стоит Вдупляет Идет Вот у него Вот эта тема Он бьет Намного медленнее Соответственно Вот этот спел Мы можем поддерживать В определенном времени В определенных таймингов Один такой спирит Он висит 4 секунды То есть Вот этот баф То есть мы накидываем То есть Но это даже не баф Смотрите Его нету статус Соответственно Это не баф Он висит 4 секунды То есть В течение 4 секунд Мы можем вот так вот Продлять То есть Вот эту способность Заставлять Нашего дума Так сказать Нас не атаковать Вот Ну вот Как-то вот так вот Промахиваться И соответственно Энми оппонент Будет В таком затруднении Что-либо сделать Плюс Мы постоянно Перебафиваем ДПС И соответственно Будем наносить Очень много урона Также у нас С уровнями прокачки Улучшаются КД и монокост Смотрите КД у нас Вот идет Именно так 45 40 35 И 30 На ласт левеле А монокост У нас возрастает 80 90 100 И 110 Маны Будет требоваться Для того Чтобы создать Наших спиритов И соответственно Так как это у нас Магический урон И в принципе Тут более далеко Ходить не нужно Соответственно Он будет блокироваться Какими-то иммунитетами То есть Допустим Это будет БКБ И соответственно Ну Как бы На БКБшных юнитов Это вешаться Тема не будет Соответственно Как-то вот так Также вроде как Должна эта тема Работать у нас Во время дайва То есть Мы должны Раскидывать спиритов Но тут оно Не работает Спиритов Мы должны Раскидывать То есть Как бы В полете Но оно Ребята Работает Немного Помойно То есть Оно через раз Работает То есть Тут именно Зависит Наверное От Именно Того Момента Как Феникс У нас летит Прямо То есть Он может кидать Только перед собой То есть Соответственно Он не может Кидать их В стороны Потому что Ему механика Игры не будет Позволять Развернуться То есть Для того Чтобы кинуть спирита Нужно Фениксу Нужно развернуться А в дайве Мы развернуть Персонажа Не можем То есть Соответственно В дайве Можно по сути Заюзать спиритов Но и По сути Тоже и нельзя Потому что Мы должны Тут именно Подстраиваться От Под то Что у нас Феникс летит Прямо И соответственно Он Должен Кидать Эти спириты Прямо Иначе Просто Он их Не кинет То есть Это такая Добавочка К первому спеллу С комбинацией Со вторым Со вторым Спеллом И в принципе Это вот такая Тема Ребят Дэмэдж Который Может Нанести Каждый Спирит У нас Тут как бы Боже У нас дум куда-то Убежал Я не знаю Возвращайся Дэмэдж Который Может нанести Каждый спирит Без учета Резистов Равный 280 На 73 балла По русскому языку Не задал бы вы меня Пожалуйста Я уже честно Давно И книги не читал И тому подобное Я просто занимаюсь Для вас гайдами Пожалуйста Не души меня В комментах Поехали далее Смотрите 280 урона На ласт левеле И на третьем левеле 200 На втором 120 И 40 урона Может нанести Феникс Со второго Спелла С одной С одного Спирита Без учета Резистов То есть 280 дэмэджа Один спирит На ласт левеле Будет наносить Это очень жестко 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 И посмотрите Просто какое Атак спид замедление Смотрите Он замахивается Как Мы уже 300 раз Убежали То есть И смотрите Сколько ему дэмэджа Наносится Как его запиливает Как его запиливает Боже Посмотрите Я перебафаю Смотрите Как его запиливает То есть Он вообще Он нас ударить Даже не может По сути И То есть Ну вот такой вот Спелл у нас Ребята Я нанес Почти ему Ну почти Тысяча хитпоинтов Я ему Дэмэджом То есть нанес Тут главное Правильно Перебафать То есть Вот такой вот У нас ребят Спелл Надеюсь Ничего не упустил Вторая способность Очень классная Позволяет Реально быстро Раскидать И уйти в ульт Допустим Плюс еще замедлить Также эти дпс У нас сложатся С первым спеллом Это я тоже не сказал Но сейчас Я вам это Так сказать Говорю То есть Соответственно Если мы пролетаем Делаем Спиритов Делаем дайв И соответственно Эти замедления Складываются Плюс Замедление Это дэмэдж Складывается Эти дпс Плюс еще Ультимативный Дпс Складывается Это короче Жесть То есть Второй и первый спелл Они складываются По дпс И плюс еще Ультимейт Это получается Очень много дэмэджа Ребят Но сейчас не об этом Мы говорили о втором спелле О втором спелле Я вам рассказал Второй спелл Очень классный Вот Ну реально Дальность применения Божественная Замедляет Атак спид Наносит хороший дпс Тратит много Хитпоинтов При нажатии Тратит также Ну нормально Маны И соответственно Вроде по этой способности Все ребят Поехали на третью А то я уже Просто затрындился Все Погнали Итак друзья Не обращайте внимания Что у меня с голосом Немного поменялось Но ничего страшного Смотрите Следующая способность На нашем персонаже Это санрей Санрей Очень уникальная способность Которая позволяет Продамажить Энеми оппонентов И соответственно Своих оппонентов Мы можем захилить Длительность От этой способности У нас будет составлять 6 секунд И что у нас будет За 6 секунд Вообще Происходить Давайте я вам покажу Смотрите Нажимаем Р И у нас персонаж Создает такой луч Этот луч Его можно двигать Но он двигается С определенной скоростью 250 единиц Также Наша скорость передвижения Будет тоже равна 250 единиц И соответственно Это немного На самом деле Ну Накладная способность Потому что Можно сказать Тут немного Проблематично Пользоваться Персонаж Персонаж Двигается Нажимаем Е Персонаж Останавливается Очень легко В использовании Далее Далее Что нам нужно знать Можно во время Санрея Пользоваться Птичками Птичками То есть мы создали Санреи И получились у нас Птички И для того Чтобы быстро Перекинуть лазер Нужно выкинуть Птичку В определенную сторону То есть соответственно Это будет помогать Нам с помощью Птичек Управлять лазером Более активнее То есть это Такая микрофишка Показывает То есть допустим Мы летим Персонаж Туда смещается И мы должны Его как-то Вот так Вот быстренько Развернуть Феникса И мы можем Развернуть Его с помощью Птичек Запоминайте Вот эта фишка Очень полезная Плюс Ребят Некоторые спрашивают У меня есть Баг На ускорение Феникса Он также Делается Через птичек Все просто Мы создаем Птичек Создаем Санрей Нажимаем Движение И нажимаем На миникарту Фениксу F F Это у нас Хоткей Спирита Чтобы Спирита Он у нас Кидал куда-то Туда далеко То есть Перед собой Это не работает Нужно кидать Через миникарту И соответственно Феникс у нас Быстро начинает лететь Это такая вам Ребят Мини фишечка Также Санрей у нас Как вы видите Уничтожает деревья Перед собой Если мы допустим Идион И соответственно Также Санрей будет работать В дайве Но он будет Работать Некорректно То есть Вы не сможете Его контролировать Но тут много На самом деле Нюансов И давайте К уровням прокачки И соответственно Я вам расскажу Что у нас Тут будет происходить Смотрите У нас Данная способность Берет ману Всегда мана Будет у нас 100 единиц 100 единиц маны У нас будет брать Данная способность Когда мы нажали У нас 100 маны Потратилось И у нас Тратятся хитпоинты Не забываем Что всегда у нас Тратятся хитпоинты 6% От номинальных Хитпоинтов Которые у нас Сейчас есть Будет тратиться В секунду То есть соответственно Смотрите как ХП убегает Очень сильно убегает ХП Но чем меньше у нас Хитпоинтов Тем меньше у нас Будет хп убегать То есть В настоящее время Сколько у нас Есть хитпоинтов Столько С этих Вот допустим С 730 Хитпоинтов У нас будет Уходить 6% В секунду И соответственно Нас будет Вот так вот Карать немного Придем уже К уровням прокачки Смотрите В зависимости От уровня прокачки Данная способность Будет наносить Урон И хилить Наших союзников Допустим Если будут Вот так вот Допустим Если союзники Будут ставить Разницы нет То есть Допустим Дерутся Два персонажа Между собой Мы хотим Своего союзника Захилить И хотим Энеми продамажить Достаточно Просто направить туда луч И соответственно Энеми у нас Будет хапать А союзник Будет у нас Хилиться Это работает В несколько сторон То есть Можно отдельно Для союзников То есть Захилить Можно отдельно Юнитов Энеми карать То есть Тут разницы нет И в зависимости От уровня прокачки У нас тут что-то меняется Тут есть Так сказать Родной Хил Родной Дэмэдж И процентовки Давайте сначала Поговорим О родных Хилах И родных Дэмэджах А потом Затянем Так сказать В эту всю тему Процентовки Потому что Тут много всего написано Нужно это все Внятно объяснить Смотрите Дэмэдж Родной То есть Фиксированный Который будет наноситься В зависимости от уровня прокачки При юзании лазера На энеми оппонента 15 20 25 И 30 Единиц в секунду Дэмэдж Процентованный Который будет наноситься Персонажем С уровнями прокачки 1.25 2.5 3.75 И 5% Фолт максимального здоровья Будет сжигаться С энеми оппонента То есть Соответственно Если посчитать Глубоко Так сказать Углубиться Может нанести урона На первом Левеле До 11 11 И 25 На втором Левеле 22% Может хитпоинтов Сжечь На третьем 33% И на четвертом 45% Хитпоинтов Может сжечь Просто лазер На ласт левеле Просто вот вы нажали лазер И если беспрерывно Пилите персонажа 45% здоровья Можете сжечь Плюс еще Родной вот этот Фиксированный Дэмэдж Который может нанести На первом Левеле Будет у нас Идти так Есть фиксированный Хил И есть хил Процентованный Также на первом Левеле 7 ХП в секунду На втором Левеле 10 На третьем 13 И на четвертом 16 ХП в секунду Будет у нас Хилиться Персонаж Просто если будет Находиться под этим Лазером Ну и процентовочка 0,625 От максимального Значения Союзного Оппонента Потом 1,25 1,875 И 2,5% От максимального Хитпоинта Плюс 16 Фиксированных ХП регенов Будет у нас Хилиться Вот так сказать Ребят Ну вроде Очень сложно Очень много информации Но запомните Дамажит очень сильно Дамажит Можно нанести До 45% На ласт левеле Сжигание Хитпоинтов От максимального Здоровья И соответственно Тут вам все подсказки Есть написано 30 плюс 5% Максимальный ХП это Дэмэдж И 16 плюс 2,5 Максимальный ХП это Хил Все очень просто Калдаун данной Способности 20 секунд Ребят Очень простенький Спелл Как Пользоваться им Я вам в принципе Рассказал Нажали Хоткей На Е Персонаж Пошел Остановили Персонаж Персонаж У нас Остановился И лазером Можно управлять Вот так Влево Вправо И соответственно Чтобы развернуться Нам уже Понадобится Тут помощь Спирита То есть Если вам нужно Срочно назад Развернуться То вам нужны Уже спирити Тут с помощью Спиритов Вы должны Будете Разворачиваться Все это Складывается У нас Соответственно Все это Запиление С первым Со вторым Спеллом С ультимейтом Очень много Дэмэджа Ребят Просто не берите В голову Опикайте Персонажа И играйте Через лазер Нуб Нуб Все Ребят Поехали на Ультимейт И сорян За такой голос Просто дописываю Гайд Будучи Немного Заболевшим Поехали Смотреть Ультимейт Итак Друзья Следующая Способность На нашем Персонаже Это Ультимейт Феникса Ультимейт Феникса Очень классная Тема Потому что Она Немного Неприятная Когда идут Файты 5 на 5 Потому что Хочется Сразу Быстро Зафокусить Феникса Но если Игра Под Феникса То очень тяжело Командно Уничтожить Вот эту Способность Которую Я вам Сейчас буду Показывать И вообще Что у нас Вообще Это такое Я вам Сейчас расскажу Прокачиваем Ультимейт Нажимаем На себя Но это С агонимом Нажимаем На себя А без агонима Просто нажимаешь Одну кнопку И Феникс Превращается Вот такое Так сказать Солнце Почему-то Все называют Это яйцом Но это Вообще Солнце И соответственно Происходит Какой-то эффект Наносится Кому-то Дэмэдж Определенный И соответственно Феникс падает Что-то происходит И далее Он перерождается И вот так вот Он стоит Снова Смотрите В радиусе 1000 АОЕ Когда Феникс Находится Вот в этом солнце Всем будет Наноситься ДПС По окончании Этой способности Когда Феникс Перерождается Уже Наносится Стан В 1000 АОЕ Стан Который проходит Даже через БКБ И соответственно В зависимости С уровнем прокачки Тут все это Будет меняться На первом уровне 60 дэмэдж Персекондов Будет И полторы секунды Стана На втором 80 дпс И 2 секунды Стана На третьем 100 дпс Будет Наноситься И 2,5 секунды Стана Будет у нас Тут Так сказать Всем накладываться Кто в 1000 АОЕ И соответственно Чтобы разбить Это яйцо Это яйцо Опять таки Я говорю яйцо Хотя это солнце Это солнце Чтобы разбить Это солнце Нужно нанести Определенное количество Тычек Которое Также у нас Меняется С уровнями прокачки Ребят Так что смотрите По уровням прокачки Тут все просто Тут все написано 5 хитов 5 хитов На первом левеле На втором 8 И на третьем 11 хитов Надо нанести По этому солнцу Чтобы оно Так сказать Разрушилось И феникс у нас Не переродился Что у нас происходит Когда феникс у нас Перерождается Ребят Тут все Довольно таки просто Смотрите Я сейчас Сниму ему Все вот эти КД И нажму Ультимейт Нажимая Ультимейт Кстати Обращаю внимание Что спириты Сразу исчезают Когда если мы Нажимаем Ультимейт И соответственно Феникс у нас Без Так сказать Без КД Появляется У него появляются Все активные Вот эти способности Которые он юзал До этого Они все у него Перезаряжаются Айтемы Не перезаряжаются Хитпойнт У него Ресторятся И ресторится Манопоинт То есть соответственно Феникс полностью Здоровый И готовый К следующему файту Появляется У нас уже здесь Но Если же У нас Вот это солнце Сбивает То к сожалению Феникс Отправляется У нас в таверну И все Ребята Вы просто Умираете Вот такая вот У нас способность Ребят По колдауну У нас Все просто 110 секунд Колдауница У нас супернова По мане У нас всегда 200 маны Требует данная способность Очень кстати Приемлемый монокост Но Тут дело в том Что наш персонаж Силач Вообще Как бы да Казалось бы Все магии 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 А блин А в чем фишка Это же силач Должен же быть интеллект Если у него все магическое Но тут не так то Все и было В общем Вот такой вот у нас Урон магический Суперновый Соответственно Персонаж У нас сам Получается такой Магический И в принципе Осталось только Рассказать вам Немного про ультимейт Потому что все Просят рассказать Про ультимейт Ультимейт у нас Простенький Позволяет В 500 рейнджа Зацепить Нашего Союзного оппонента Чтобы его Взять и захилить Ему не Перезаряжает Калдауны Это я уже проверил Соответственно В 500 единиц Мы можем забрать Нашего союзного Оппонента Себе В солнце И вместе с ним Так сказать Переродиться Восстановить ему Хитпойнты И монопойнты Очень простенький Ультимейт Ничего сложного нет Ребят Касаемо Аур И айтемов Которые можно Собрать данному персонажу Можно собрать Радиенс Данному персонажу И в ультимейте Этот радиенс Будет запиливать Также предварительно Перед этим Можно завязать Шиву И соответственно Всех замедлить Плюс радиенс Будет постоянно Пилить Гем Будет постоянно Давать Вижн Это очень круто Ребят Кто очень сильно Контрит Данного персонажа Этого персонажа Контрит Хускар Найкс Им просто Плевать На все замедления Они просто Смогут быстро Сбить Нашу Супернову И соответственно Мипа Он может Всеми пятерня Наносить Вот он Один Один мипа Дает одну тычку Он считается Как это один Как будто это один Герой Наносит у нас Вот такую тычку Ну и соответственно Длительность у нас Вот этой всей Суперновы Когда она вот так Вот происходит У нас 6 секунд Ребят не стоит забывать Что с появлением Аганима в инвентаре Вам придется Прокликивать На себя То есть Супернова Уже становится Она такая вот Активным Спеллом Уже на который Можно куда-то Направлять Не стоит об этом забывать А я если честно Немного подзабываю Потому что Аганим Я ему почему-то Фениксу не делаю Хотя это очень круто Потому что в замесе Идет замес И лейта нашего Убивают уже Мы можем его Внезапно забрать Так сказать И переключить на себя Все цели И если нас еще подсейвят То еще и лейт у нас будет Целый И мы соответственно Будем целые И будем героями В этой драке Ребят Вот такой вот у нас Сегодня был обзорчик На нашего персонажа На нашего Феникса Ребят И соответственно Я хочу пожелать вам Приятного просмотра Этого классного гайда И соответственно Хочу пожелать Реально Веселого вот этого Всего настроения Реально С просмотра И соответственно Что еще вам сказать Что сказать Я рад Что вы смотрите То что я для вас делаю И соответственно Очень все прекрасно Очень все прекрасно Ребят И поехали смотреть Этот прекрасный гайд Сыграли несколько каток Специально для вас Хорошего вам просмотра Ребят Не болейте И следите за своим здоровьем Ведь сейчас Это то что Действительно необходимо Поехали Ти-ти-ри-ри-ри-ри Ти-ти-ри-ри-ри-ри-ри Итак ребятки Каточка На Фениксе First game Fight Ребят Первое Что мы будем делать Первая игра Через 1-2 На Фениксе Потом Next Страта будет Это Будет Страта через Оу У нас тут Химоз И next Страта будет Через лазер То есть Ну Дефолт Не дефолт Типа я не знаю Типа первая катка Была химик Куда хочет идти Хорошо Так Хорошо Первое что мы будем делать Это Во-первых Затар Вот такой вот Небольшой делаем Вот такой вот Небольшой затар Возьмем хилочку Вот так как мы Идем Я хотел идти на центральную Все Хорошо Хорошо Заходим Вот сюда Химику Руну Возможно Тут сейчас придется Качнуть лазер Потому что Будет файт Но О Берут Урса Урса Это хороший контроль Контроль Нашего персонажа На самом деле Но постараемся справиться Так Насчет Первый Второй Спел Сейчас будем пытаться Играть через 2-1 То есть Максимально Стараться Играть на Ультимейт Но Через третий Спел Будем играть В Некст катке Уже Ребят Я покажу Что может Делать Наш персонаж Куру Неплохо Было бы В начале У него Орба И Топорик Алхимикам Никогда Нельзя Выходить Сразу Вот так Тупо Палиться Что Я вот тут Стою Все сюда Приходите Те Кто знают Мету Всегда Возьмут И Прогонят Алхимика Не дадут Ему взять Монетку Бара Вот Вроде Стоит Правильно Но В идеале Если б я Тут стоял И все То есть Как бы Ну Не знаю Типа Блин Опа Опа Ну Дайв Есть Дайв Байчу Хорошо 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 Слушайте Отлично Отлично Я бы сказал Даже Я возьму На собранные Бабки Курочку И вот так Вот сделаю Неплохо Я еще Меньжевался Что мне прокачать Специально не качал Ребят Никогда не качайте Заранее Спел Качайтесь Ситуативно Меня выхукали Окей Значит Дайв Чтобы Делать Максимально Next Красивые Мувы И оправданные Так что Это у меня Подвисает Но у меня На самом деле Я знаю Почему Подвисает Может Подвисать Но ничего страшного Так На Пудже Против Пуджа Со вторым Конечно Будет тяжеловато Потому что Пуш Сам по себе Такой персонаж Резистерский Можно сказать Несмотря на то Что он кусок мяса Но Все равно Можно будет Что-то Что-то Интересное Сделать С этим Пуджом А главное Знаете Что нужно делать Нужно сейчас Поставить На Хагавар Чтобы видеть Его Передвижения Животницкие Такие знаете Вот эти Маньякские Передвижения Так Вот это мне не нравится Вот эти Когда две цели Вот и И тот Того бьет И этот И этого Ох что Пудж Эх Не добиваю Можно кстати Будет сейчас Немного Быкануть О Барочка Хорошо Бро Типа Ну вообще Без Хорошо Можно Таргет Забрать Таргет Забрали Почти Мне Хватает На так Выкидываем Спиритов Спириты Заканчиваются Прошло Время У нас Нужно Нужно Принести себе Транквил Будем через Транквил В этой катке Играть Соответственно Будет Хорошо Так Ну непонятный Дэмэдж По крипам Идет Как я не люблю Эту тему Жесть Если б вы знали Самое преимущество Того Когда играешь 1-2 Это то Что у тебя Почти не требуется Никакого Большого Монопула Когда ты играешь Через Санрей Ты вечно В просадках Маны Поэтому Собирать Не знаю Вот Собирать Аркану Это блин Ну это Такого Можно сказать Зашквар На данном Персонаже Не сорян На то Что он Типа Этот персонаж У нас Так сказать Такой Знаете Ему нужна Транквила Он постоянно В лоу хп бегает Этот герой Ему не комфортно Этому герою Без хп Потому что У него все Так сказать Кнопки Требуют Хитпойнты Какое-то Количество Хп требует Все равно Ребят Поэтому Арканы Хорошо На команду Да Но Транквил Для своей Так сказать Личности Немного лучше Заходит Ребят Гоу У нас тут Нага Стоит Афка Но ничего Страшного Главное Взяли мы Сейчас Вардик Гантельку Скорее Сделаем Брассер Хотя У бары Там Блин У бары Урна 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 Готовится Не 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 Хорош Отменяй Бар Урна Да Все Зря Взял Гантельку Минус 150 Ну Ладно Это Три Крипа Всего Лишь Навсего Всего Лишь Навсего Это Три Крипа Гот Транквилу Положим Вот сюда Чтобы Если что Инвизоры Не душили Транквилу Почему Выкладываю Потому что Она Сбивается Когда Мы Атакуем Соответственно Я Настаюсь Являюсь Персонажем Который Постоянно Подбирая Транквилу Начинает Дальше Действовать На полную Дальше Действовать На полную Фулл ХП Сейчас Есть Можно Аккуратненько Подласхичивать Коу Разминочную Пуджу Упса Не попал Хорошо Разминочную Пуджу Так сказать Прописали В пол ХП Очень сильно Спириты Дамажит Так сказать Некоторые Ребята Ушли Давно От этой Меты От Спиритов Играет Тупо Через Санрей Да Ну Держи В курсе Играет Тупо Через Санрей А через Спиритов Тоже Профитно Играть Хорошо Отлично Есть Ультимативная А че Гоу Погоняем Пацана Главное Не Не сбиваем Транквилу Себе Просто Накидываем Перебафываем И все Смотрите Смотрите Просто ККП Уходит Оп И добиваем Отлично Просто Я хожу Запиливаю Обновляю КДшки И все Хорошо У меня Все У меня Хорошо Гоу На топчик Дестер Дайв 14 секунд Но как раз Пока Подбегу Через что Будем играть Скорее Сделаем Мидас Ребят Сейчас Ждем Дайв 4 секунды 7 секунд Просто Прыгаем Закидываем И душем Вообще Было бы Хорошо Если Второй Левел Дайва Ой Дайва О Фуджи Умрет Хорошо Даблкил Сделает Хорошо Ну пойдет В принципе Несмотря на то Что фраги Мне нужны Как бы Но некр Сделал Даблкил Спиритов Главное Перед тем Как мы Кастуем Яичко Нужно Обязательно Раскидать Спирит И попасть Четко Спиритами Поэтому Ребят Не забывайте Что нужно Промикрить Спиритами Так Лина И Урса Наказывают Боттом Лейн Нужно Купить Ресипи Мидаса Пока Не прогулялся Я Быстренько Зафармить Этих Крипов Сходить На руну И выходить В радиенс Ребят Радиенс Топово Радиенс Шива В этой катке Будем делать Радиенс Шива Никакие Другие Предметы Не будем Так На руну Уже нет Смысла Идти Или Есть Смысл Тут же Пошел Гоу 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 Так Что там У нас Инво Можно С инвокером Поговорить Так Но я тут Не пройду Тавер Должна Быть Тычку Дать В любом Случай Так Но нам Нужно на медас Дофармить Этих Трех Крипов Тяжело Когда один Крип промахивается Типа Дед Постоянно Промахивается Ката Больно Бьет Очень Почти Хватает Печалька Лучше С ультимативной Быкануть На него А может В принципе Уйти в инвиз Надо мне Медас Дофармить Дофармлю Медас Будет Огонь Не могу Дофармить Последние Копеечки Медас Уже прилетело Если бы тех Крипов Забрал бы Уже Давно Ага Ну на топе Купим Гоу на руну Хорошо На топе Купим Медасик Перебери Бро Хорошо 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 Отлично Гоу на топ Сразу Тогда Дестер Щеманем Можно будет Сделать Какой-нибудь Отчаянный Мув Он полетел За птичкой Смотрите Байтится Хорошо Убирает он Там Дестера Хорошо Че можно Попробовать На низ Коунис Попробуем Чтоб Табр Задефить Ребят Сурсия Дела Плохи Умрет Один Но этот Меня Разобьет По идее Нет Нет Не Разобьет Не Успевает Не Успевает Хорошо Хорошо Ну вот так Как-то Сработало Я Если честно Я думал Сейчас Их Не Расконтрю У Лины Третий Спел Заряжается Неплохо В плане Того Что она Разгоняется Так еще И Урса Второй Спел Он Мой Второй Спел Вообще Просто Урса Игнорит Это Очень Сильный Контр Пик Как и Хускар Хускар Найкс Урсич Это все Контр Пики Так Не попадаю Спиритом Вот этим Сейчас Попаду 100% Все Запиливание Пошло Можно Играть Через Дискорд На данном Персонаже В принципе Это Тоже Очень Топово Так как Я Весь Мэджик Дэмэдж Наношу Это Очень Жирно Слушайте Надо Вот эту Тему Купить Потому что Там Урса Он пойдет На Рошана Надо Сейчас На низу Стоять Далеко Что У меня Вся Команда Дохнет От Нейтралов А 0-3-0 Химик Хорошо Что На Мид Не Пошел Слушайте Она У нас Керри Не Будет В этой Катке Но У нас Некр У нас Некр Если Что Некр Молодчина Он Должен Душить Я Ему Два Фрага Подарил В начальной Стадии Райди Надо Будет Делать Шок Умана Отпиваем Так Чекнем Ой-ой-ой Ой-ой-ой Как же я Вовремя Курочкой Прочекал Жесть Жесть Найс Спасибо Урса Жаль Я рошу Не забрал Там В панике В панике Я уже был Артем Хватит Меня Преследовать Я так Чувствую Если бы ты Жил у меня Тут день Ты бы у меня Под окном Постоянно Стоял бы Привет Аркадий Это я Артем Хорош Бро Не души Не души Так Есть у меня Аегис Кто там Кто там Так Ну умираю Курочка Остается Так Есть Тут Урса Еще Он Игнорит Мой Спел Вообще В Срокотель Но Он Меня Не Собьет Но И Выжить У него Тоже Не Получится Лоу Лина Если Ай 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 Так Маны Нету Я тут Умираю Не Не хватило На Санрей Был бы Санрей Классно Было бы Был бы Санрей Я бы Улетел Эх Но Не Нежданчик На самом Деле Ну на Низу Сейчас Сакры Света Делаю Так Ладно Ладно Ну ничего Бывает Ребят Бывает Первый Фейл Так сказать Ребят Не забывайте Что стрим В 19 По МСК У нас Алхимик Ребята Полный Провал Это Очень Плохо Будет Хорошо Что Химик Не Пошел Мид Это Страшно 0 4 0 Но У нас На самом деле Бары Я Некор Только Играет Так А Турса Надо будет Что-то Делать Я ХЗ А Турса Надо будет Что-то Делать Ни в кого Не попал Понимаю Печалька Печалька Хорошо Сан Санрейчик Тоже Кстати Есть Ребят Но нужен Файт Хороший Качественный Файт Для того Чтобы Апнуть Себе Радик И будет Все Огоньком Не будем Спасибо Не будем Сбы petites Какие Там copies Не Но Аблик Не Не Опас Их Если бы Попал Я могу Пуджа забрать будет в идеале. И Меда скинуть. Отлично. Душим. Душим, ребятки, 0,6 секунд. Все есть, почти есть. Ну вот, реализация ультимативной, нам того стоила. Жаль, ТПшки нету, ребят. Жаль, ТПшки нету. Я Барри помог. Бэк. Бэк. Но он умрет там. Там лагуна. Все вот эта тема будет сейчас. Боже, как он ее толкает. Ну и санстрайк под ноги. Ребят, ну не мог я там помочь. Я слил КДшки свои. Сейчас мы аккуратненько подфармим лес. Своеобразная механика у первого спала, ребят. Не забывайте, что оно цепляет. Очень, очень деликатно нужно пролететь, чтобы зацепить персонажа какого-либо. То есть он по внешке пролетает. По внешке. То есть он вот так вот пролетает. То есть и надо аккуратно зацепить, потому что там маленький именно вот этот АОЕ. Так, хорошо. Урса. Рошана всегда надо вардить. Рошан тайминг я не помню, к сожалению. Это очень плохо, потому что это... Блин, я заблочил. Заблочил. Вот этого петушка можно изи. Бара. А, Бара куда? На мид бежит. Ладно, гоу, попилим, пацана. Найс, спилим. Все равно пилим. Хорошо, дальше я не пойду. Ультимативной нету. Ультимативной нету, поэтому дальше мы не идем. Так, сбивает мне дед мой реген. Хорошо, чистый демэдж докачали. Так, тут пуджи, тут вся, вся... Вся тема тут у нас. Хорошо. Хорошо. Лина. Ну, байчу. Хорошо. Умрет тоже Лина. Пуджи успел убежать. Да, успел. Пуджи успел убежать. Засранец. Видели, забустился я немного с помощью фишки. Фишку, кто не знает, как это делать, напоминаю, вы когда в Сен-Рей июзаете птичку, птичку, то есть они у вас крутятся спириты, вам нужно нажать на карту буковкой F, ну, то есть самой птичкой на карту куда-то далеко от персонажа, что-то она разворачивается и очень быстро туда летит, игнорируя ограничения по третьему спелу. Поэтому напоминаю, ребят. Так, 2К есть, можно поесть. Хорошо. Так, 1-2 мы играем, ребят, сейчас напоминаю, играем через билд 1-2. То есть, ну, сейчас уже левел пропали, соответственно, 1-2 у нас уже все как бы рабочее, у нас уже все 3 спелла уже абсолютно прокачены и, соответственно, дальше ждем. Так, ждем ультимативный. Аганим у нас топовый, кстати, тоже можно брать таргет еще один, чтобы заресторить его. Гоу, я готов. Хорошо. Эдак рассчитывал. Хорошо. Хорошо, урна есть, можно поесть. Ставлю ультимативно. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, что происходит? Ну, умрет инвокер тут. Полетели. Курсы нету, жалко. Батчер там вытащил. Боже, как детей просто разваливаешь на этим фениксе. Просто как детей. Ну, тут будет шива сейчас. Даешь шиву, замедляешь всех, и все стоят на месте. Просто, ребят, это жестко. Это жестко. Тай, это жестко. Молодец. Тут бара. Бара молодец, тоже не теряется. Не сорян на то, что у нас алхимик. Первая катка стронговая. Ладно, афк просто химосик у нас. Химосик просто афк. Так, остается чуть-чуть у меня. Хорошо, есть шива. Сек. Рьюз, не знаю, кому там летело, но надо идти помогать некро. Рьюз, кову. Шива есть, можно поесть. Не успеет он там. Мало хп, там отца страйка надо уворачиваться. Ах ты, нет пока что. 6 секунд. Страшно, вырубаю, потому что сейчас тут может быть просто санстрайк какой-нибудь. Бара, надо урна. Урна. Бро, я хочу хил. Пожалуйста. Гоу-гоу-гоу. Бара, афк. Так, найс. Так, ну есть хп, вроде не умираю больше. Так, гоу. Есть рошан, да? Гоу, завардимся. По фулу. У меня есть тайтема, чтобы душить. Можно завардиться. Хорошо. Просто пролетим тут так, а не взначай. Убьемся, их запилим. И все. Чтобы не сбивать транквил. Хорошо. Хорошо. Чекнем рошу. Нету на рошане никого еще. Пудж. Сейчас пуджа, по-моему, убивать будем, да? Чистым уроном вообще жесть, как пилит. Я просто кайфую. Самое время, ребят, напомнить, подписывайтесь на канал Ксен Азьез в Ютубе. У нас уже почти 13к. Ребят, напоминаю. Ой, варды никто не взял, понимаю. У нас уже почти 13к, ребят, спасибо за актив. Не забывайте ставить лайк и подписываться на канал, кто, кто прогуливает вот так вот файты. Вот так вот, вот надо немножко заобузиться. Уго, уго, я помогу, Бара. Я помогу, брат. Хорошо. А теперь попробуй убеги. Жесть. И Барри спас жопку. И все тому подобное. Хорошо. Ребят, ну что, что там с моими вардами? Я их дождусь сегодня? Нужно Рошу завардить, потому что кто Куру так юзает? Туда-сюда и уводят. Это Бара, наверное. Лучше подпишись на канал. Хорош, там пишет. Фейни, смотрите, Алхимик, несмотря на то, что Алхимик фидил всю катку, фидил лес, он слил лес, но он дает мне Аганим. И теперь единственный минус, что у меня появляется, это вместо того, чтобы нажать В и сразу ультимейт у меня, но из-за этого мне придется нажимать две кнопки, то есть В и на себя, или же В и на тиммейта, если это необходимо. Ребят, запоминайте вот эту систему. Спасибо, говорим Алхимику за, так сказать, забущенный Аганим и, соответственно, нормально, нормально. Маны нету у Братона. Хорошо. Но первая такая, через 1-2, ребят, катка агрессивная, но надо пушить, надо пушить, ребят, надо пушить, завардить Рошика и душить. Иул там готовится у Инвокера, ну, не страшно. О, Биротон. Солома лайкум. Мы его пилим. ему пофиг вообще, в принципе, сейчас, но мы его убиваем тут в любом случае. Допушить надо Рошана. Мы можем убить это. Найс. Хорошо, тайминги. Это просто Урса сразу, сразу бежит на Рошана. Вот так вот. Не ползай. Хорошо, гуд. Гоу. Чемист, чемист, руни. А, Бара забирает. Ладно, кг. Гоу-гоу-гоу. Вот сюда. Мидлейн. Боится, Инва. Сразу убегает. Просто понимает, что если я прыгаю, я типа даю шиву первый, замедление складывается и гг там просто уйти очень тяжело. Ребят, вот такая вот первая у нас каточка. Напоминаю, что играем на Фениксе через первый-второй, билд на мидлейн и next. Это будет, скорее всего, через сап билд какой-то. Че, гоу просто 1х9. Иди сюда. 1х9. Гоу, 1х9. Иди сюда просто. Всем троим. Вот, 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 о чем я говорил, ребят. Забылся я немного. Нажимаю ВВВ, а у меня таргет появляется. Вот, 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 о чем я говорил, ребят. Вот о чем я говорил. Вот о чем я говорил. В нажимаешь, а типа не можешь заресториться. Ой, ну у меня Оега еще. Боже, они меня сейвят просто. Красавчики. Так, некр взял на себя таргет. Так, я умираю в Оегу. Хорошо, начинается дальше файт. Нет, не начинается. Лина у нас уходит на базу. Некролайт живой еще. Ну, есть. Есть такое дело. КД ульты. Рефреш можно сделать. Дискорд, рефреш, все это можно сделать в нашем персонаже. Что еще можно сделать? Ой, Дискорд. Дискорд уже, наверное, поздновато, но все равно, то есть, я давлю массухами именно, то есть, это страшно, грубо. Химик, руна. Руна, хим. Можно сделать линку, можно Тарасу идти. Можно вообще тут столько вариаций что сделать, реально. Страшно вырубаем. 21 левел на 26 минуте. Можно вообще в демадж уйти по фану. Коу, Кирасу. Кираса будет давать минус арморф и инеми Тимми, плюс у меня будет много защиты и Тараску можно сделать. Можно будет Тараску, и Кирасу сейчас сделаю просто по фану, чтобы с руки долбить. Почему нет? С руки долбить. Можно линку сделать вообще в идеале было бы. Правильнее было бы сделать линку, но для красивой картинки в начале так сказать видоса обязательно к так сказать к прочтению именно то, что Боже, на топе очень страшно все, ребят. На топе все очень страшно. Но я иду. Линку бы в идеале было бы сделать. Кираса мне не поможет типа в защите яичка. Бара, давай. Give me, give me. У меня радианс. I have I have radic, бро. Rekour. Чей синий? Это, наверное, этот аганим химика. Химик, да, там, блин, химик раздает просто башляет аганимами. Я хз. Go. Вот этого пацана. Оу, там пацаны, смотрите, в лесу стоят. Вообще, завардить бы. Завардить бы. Боже, у меня шива кираса. Страшно вырубай. Шива кираса, страшно вырубай. Даже я пытаюсь вард поставить, пусть там выцеливает хук. Вместе надо собираться. Сейчас, боже, у меня такие страшные слоты на самом деле. сейчас. Я очень полезен сейчас для команды. Очень хороший тимфайт, плюс я еще с руки могу навалить. Алхимик забустил. Go сюда. I have words. Вот просто я, почему разговариваю, ребят, немного на English, потому что у меня баратрум иностранец. Скорее всего, либо серб, либо еще какая-то, какая-то другая тема. Наваливаем с руки. Так, полетели. Не могу, опять забыл, что курса там. Опять забываю. Руинит, так сказать. постоянно забываешь про эту тему. Бро, держись. Боже, как же я их захиливаю. И пошло, долбежка. Байк-байк лучше. Страшно, вырубай. Страшно, Рилли, вырубай. Просто такой феникс. Блин, опять, ребят, вот очень тяжело привыкнуть к тому, что идет руин именно с Аганима. С Аганима идет руин фаст-кнопки. То есть, ты вроде привык постоянно, оп, влетел, тык, нажал. А тут ты не можешь, тут нужно не забывать вот это. Я забываю поставить. То есть, я на, вообще, на Фениксе Аганим никогда не собираю. Вообще. То есть, реально. Актарин можно сделать по фану, чтобы... Будут убивать его? Убивают. Хилю пацана. Надо Блаши вы дать. Хорошо. Хорошо. Надо Блаши вы дать. В полете Шиву, кстати, давать очень эффективно. Тоже. В свое время я где-то сезонов 20, наверное, назад на Феникс прям жестко задрачивал, а потом как-то перестал. Для меня, как бы, ну, не сильно такой интересный персонаж, но, как бы, скилуха еще помнит что-то. Так что, ребята, вот так. Ставьте лайк за такую игру, просто тотальное уничтожение, энеми. Смотрите, как примерно позиционируюсь, что примерно делаю. есть тектарин, боже, как темнее, гоним, да, алхимик. Некр, некр. На, на канал, Ксен, Азез, подпишись. Там это все рассказывается. Это 85-я карта, брат. Вот так вот делаем. Набиваем себе подписоту, ребят. Чтобы ребята осведомлялись. Так, кстати, делайте репосты, чтобы вы понимали, что да как все это делать. Что, может атаку сделаем? Типа тут можно, на самом деле. Хорошо. На минус 2 сейчас будет тут. Один есть? Даблкил. Но это тоже умрет. Страшно. Только не хукай, пожалуйста, не попади. Только не попади. Хорошо. Хорошо. Да, вот такая вот жесткая первая катка, ребят. Но смотрите, просто позиционируйтесь, как чё к чему, какие, какие надо с пылы нажимать, чё к чему, типа первый, второй. Типа очень давно не играл на Фениксе, на самом деле, но решил так сказать вспомнить молодость, вспомнить ранние сезоны из Купа. И ГГ. Прикольно, Лина там пишет. Так. Почти есть ульт. Супернович. Ульт Супернович. Жесть, конечно, слоты страшные, вырубай. Страшно вырубай. Next можно пойти попробовать через Дискорда. Тупо. Но с Дискордом это страшно, вырубай. Руня. Да, Феникс забрал всю мою славу. На топе пацан два фрага забрал, сразу окрылился. Ух, я тащу. Не, ну он молодец тоже. Чё-то умеет делать. Вроде бы. Одну кнопку умеет нажимать. Опа. Ещё и плевок в дайве дал. Понимаю. Понимаю. Хорошо. Атаку бы сделать сейчас какую-нибудь. Гоу. Гоу-гоу-гоу. Смело. Шива есть почти. Он хочет меня застралить. Просто с руки долбим. Хорошо. Хорошо. Так, Мидас. Откидываем. Убили такие нашего химика. Ну, химик, я не знаю. Он такой какой-то забавный. У нас Бара мощный. Он хорошо. Со мной Бара, вот смотрите, со мной Бара заромил. Какие айтемы имеет. То есть, 85-я карта славится Роумингом. Ребята, Роуминг. Типа, знаете, не тот, что бейстремобильный, а именно, который Роуминг в игре. Заберём Бару с собой. Хорошо. Пойдёт. Что, будем душить, пацанов? Опа. Это смерть, походу, да? Нет, не смерть. Хилим просто. Не души, Урса. Урсе пофиг на мой второй. Вообще, реально, просто. Ребят, ну вот такая вот первая катка на Фениксе. Многообещающая. Ребят, запоминайте. Первый, второй спейл, ГГВП, изи катка. Просто это старая страта. А сейчас мы пойдём через другую страту. Именно, пойдём уже, сейчас соберём себе другие айтемы немного и сыграем через 1-3. И посмотрим, что из этого выйдет. Поехали. Что ж, ребят, поехала у нас ещё одна каточка. Будем сейчас на Фениксе играть через Лазер. И, соответственно, будем пытаться выигрывать максимально. Хорошо, отлично, круто. Если честно, ребят, хотите, я вам прикол расскажу насчёт Феникса? Феникс вообще сам по себе очень лёгкий герой, но мне почему-то на Феникса очень страшно, не везёт просто. Я сейчас пишу уже четвёртую игру на Фениксе. Это уже четвёртая игра. Из них я три игры проиграл. Проигрываю тупо потому, что команда нулей. Либо кто-то левает, три кора левает, три керри левает и просто всё, это просто ГГ, я не знаю. Ребят, в общем, поплакался вам немного. Сейчас будем играть через лазер. Покупаем колечко, две манки и, ну, это так, как у нас саппорт. Берём вот эти айтемы и как бы, ну, будем пытаться играть. Я не знаю, у нас там парень заявил, что он хочет на мид. Ну, если есть сильные мидеры, идите. Как бы, и попытаемся что-то сделать в этой катке, я не знаю. Будем играть через лазер. Через лазер. Далее. Далее, далее, далее. Что мы будем делать? Лазер, два, и дайв на единичку. Всё. ГГ изи катку. Ой, боже, СФа берут. Но СФ против вот такого пика я бы не брал никогда. Станера просит там. Тракса. Так, ну, на меня контроля хватает. Но это лучше, чем Хускар, Легион, Найкс, Инвокер и кто ещё. И кто-то ещё. Я не помню, кто. И кто-то ещё. Это лучше, чем вот эти контрпики жёсткие. Очень сильно не любит Феникс Хускара по понятным причинам. Хотя Феникс может в принципе перекрывать Хускара за счёт того, что у него третий спел бьёт чистым. Так что я не знаю, ребят. Будем смотреть. Баратрум. Баратрум у нас так сказать, боже, они так достали. Я не знаю, откуда они знают, что я зашёл, что это мой аккаунт. Типа, откуда они знают? Это реально. То есть, ну, я ХЗ даже. Я даже предположить не могу. Так, ну, СФ будем пытаться что-то делать. Я думаю, нет смысла сейчас не вкачивать лазер, потому что там ХЗ. Надо помогать. Баха у нас АФКшный, походу. Пуджа ещё взяли. Хорошо, но Пудж умирает. Ну, нету шансов. Забирайтесь. Видишь, Гондор АФК стоит. Ребят, придётся походу на низу фармить. Судя по тому, что у нас Крабрак, ну, полностью оправданный походу никнейм. Ребят, смотрите на него. Вот он. Ну, посмотрите. Посмотрите на него. Посмотрите. Крабрак. Мистер Крабрабиус. Крабрабикус. Так, и у нас, как всегда, один АФК. Ладно, ничего страшного. Может быть, с шестого раза запишу гайд на Феникса. Хотя герой очень изи на нём реально проиграть. Ну, просто если команда дурачков, тогда только проигрываешь. А так нет. А так нет. На этом героя очень сложно проигрывать. Если умеешь играть на нём. Если умеешь играть в идеале. Если нет никаких микроошибок и прочей хрени. Так, ну, можно на Саня. не, нельзя. Всё, я передумал. Забираем. Забираем. Если бы не Бара тут на линии, можно было бы спокойно. Вот сейчас бы даже сделать ФБ, я считаю. Потому что БХ, ой, БХ. Ибо по понятным причинам Баратрум просто, ну, нажмёт чарж и засейвит своего тиммейта. Но если там Баратрум дурачок, конечно, то шансы есть. О, чарж пошёл. Атака. А можно сейчас Леона убить? Можно сейчас Леона убить? Леона может. Я не буду писать, не могу. Не быстро переключаться. Есть дайв. Убивает меня. Так, ну там что у нас Бара? Хорошо, забираем крипа. Нет, не забираем. Плохо. Страшно, грубай. Поехали. Много ХП снял, но это ни на что не повлияет. Ого, он забрал у вас Ферикентоса. Ни фига, красавчик какой на БХ. Вы поняли, как играет? Играть надо. Поняли, как играть надо? Ну и без маны остаётся. Красавчик. Забираем. Странный чел на БХ. Я не знаю, почему он на третьем не качнул, а первый. СС. Ну, типа такое. Где СС? Как будто он тебе бы помог. Ты играешь на СС, братан. Там Баратрумы. Не знаю, можно сказать, я тут не доследил, но ему всё равно бы это не помогло. СС это просто, на самом деле, отмазка. Ты можешь на него напасть? Берут он. От тебя просто требуется замедление. Ударь его. БХ, ну ты потеря, потерь просто. В шоке я с тебя. Какой же ты непонятный чип. Чип. И Дейл. Так, ну что, бомжу на СФ надо помогать. Его Тамбара один раз убил, он уже нас конченными обзывает. Что поделать? Жизнь такова. Это Дота, братан. Так, вот этого не надо, реально. И так с манной проблемы, Леон. Гайдов насмотрелся, что ли? Хотя на Леона гайда не было, но на стримах все видят, как я играю. На Леоне это типа самый неприятный Леон, который может быть в мире. В жизни. Всполняем ману. Сейчас на руну пойдем. Пэшка есть. Но БХ, если честно, мне не нравится. Он очень пассивный. Он не может почему-то играть как надо. там БАРа уже наверно на тебя бежит. Или нет? Не знаю. Пропали и начнем файл. БАРа на топе. Гоу. Не попадет Хуком смерть? Я помогу там, я вывезу. Найс, относы. Я тут могу сейчас просто умереть от санстрайка на самом деле. Но я пытаюсь шкериться и так максимально. Страшно. Очень страшно. Но есть хопериген, пошел. БХ вторым замедлит, убиваем. Хорошо. Понял. Понял. ребятки. Транквилы не сбиваем. Третий максимум на фул, ребят. Тпшечка есть, главное в файтах участвовать. он на кого бежит? На Урсу. Тракса тут тоже. Их тут очень много, ребят. А че вы все в эту кучу дерьма полезли? Я не хочу там даже кнопки нажимать на самом деле. Серьезно. Сейчас бы пятый левел бы, тогда бы нажимал бы кнопку. Убивает? Нет, не убивает. У него кота. Феникса не хватает для того, чтобы убивать. Так, есть мана нужна. Маны побольше и гоу. Маны побольше и гоу. пуджак пуджак пуджака. В этой игре поинтереснее тут. На самом деле есть какие-то мувы. Веселые такие, нет, не страшные. Мне не нравится, что тут походу варда всю игру не будет. Типа, я не знаю, мне нужно будет разорваться тут, чтобы ставить всем и варды, и роумить, и го его. Во-во-го. Опять Сеф там сфидил. Какие тебе варды, братан, ты фидишь по кд. Я обычно не знаю, ну типа себе в мид поставил бы, я тут не могу тоже разорваться, на топе надо кого-то убить. Завардить дефолты. Гоу, топчик. Топчик гоу. Топ гоу. Куда ты поставил? Ой, дебил. Абх. Я поставил уже варт, он опять его ставит. Страшно, вырубай. Набаха, дурачок, ребят. Поставил в то же место, куда я оставил варт. Это страшно, вырубай. Боюсь, что сейчас может прилететь санстрайк. Сейчас сделаю урну и буду помогать вот этому. А, ему там ничего не поможет уже. Ему там уже ничего не поможет. Или поможет. Бара побежит тебе сейчас лицо ломать. Крабрак там умирает. Я тут с Огром кайфую просто стою. С Огром кайф играть, ребят. Он просто дает все кнопки. то, что нужно делает. Ребят, найдите себе тиммейта, который будет с вами вот так вот чисто играть. Играйте с ним. С СФ. Но СФ помогать можно в определенной ситуации, если будет с этого выгода. Потому что на СФ я что-то надеяться не хочу. Во-первых, он флэмит очень сильно. что что-то раки конченые матом женского рода там инэ пишет типа это плохо. Это плохо. Он так успеха он так не добьется. Я могу тут в принципе начать дайвом. Гоу, речь ТП 280 280 мана есть. А, ну у меня же 100 левел только. СФ стоит ждет СФ. Конечно ты будешь стилить без вариантов. Как бы, ну, не застилить грех на СФ. На СФ не застилить грех. СФ релакс просто. Релакс и плей. Плей. Как говорится, плей. Вот так вот. Пойдем руну завардим. Ну, ставор, наверное, побьем. Пойдем на руну потом. Стоп ломается, да? Хорошо. Плей. Ну, найс. Эта катка поинтереснее. Она активная и страту через лазер показывает. как бы, реально по кайфу. Пойдем на руну. Так, нету тпшечки, ребят, не буду. Ставим дефолт руну. Вард. Вот так вот тпшечка, вот так вот манка. Все, есть. Ой-ой-ой. Ах, ты ж про кастик Зевса, там, да, насмотрелся Зевса фристайла. Смотрите, какой парнишка у нас тут. А я тут умираю. На развороте пацаны сыграют. Да, я умер. Насмотрелся подписничник. Заберут, заберут двоих. Не знал я, что там еще тракса, я бы так сильно не бычил. Насмотрелся про кастов. Насмотрелся. Хорошо, СФ заходит спин. Начинается какой-то жесткий файт. БХ должен раздавать треки, треки, треки. БХ на развороте есть импл. Ой-ой-ой, какой мисклик. Мисклик фингером просто в лицо дает огру. Но огру фул хп и делает трипл килл у нас шадоу файн. На этом драка заканчивается. Урса бежит на хосте. Обходит, обходим. БКБшечку, БКБшечку, пуш, БКБшечку. Хеймселф. Молодец, молодец. Вот это пуш. Вот это пуш. Просто, ребят, молодец. Хорошо, но неплохо. Неплохо. Неплохо, ребят. Это хорошо. Но пуш. Но пуш. Понимаете, да? Так, варда нет, но вы держитесь. Варда нет. БКБ, даггер, сделай, я буду ставить и ты душишь. Так, Траксане выдерживает. Траксане выдерживает наплыва и умирает. Просто выходит с игры, говорит, да, ну вас нафиг. Страшно. Вырубай. Ты шо, задрот? Бираджан. Найнвокере. Девятый левел. Вот он, преимущество Мидаса. Бираджан. Бираджан, Бираджанов. Но не добью. Его тоже вряд ли добью. Его вот сюда поставим. Попадаю? Да, попадаю. Но он уйдет отсюда. Пойдет. Пойдет. Хорошо. Откатили КДшечку. Нокер ставит вопросики, но он не понимает, что он сейчас пойдет на базу и я останусь фармом. Понимаю. Хорошо. Главное же вопросик написать. Но я считаю, нужно, что нужно вот сходить вот сюда. Типа это просто к гадалке. Не ходи, инвокер будет тут закидывать свои Мидасы. Там Мидаса он тут закидывает, но не забирает крипов. Его большая ошибка. The big mistake. Go. Вардик. Вон он прилетел у нас. Go. Go его. А то запетушим его сейчас просто даже под тавером. Кнопки нажму. Go вопросик напишем. Вопросик. Ух ты. Баратрум начинает. Разбег дает. Хороший. Хороший разбег, но не видим. Не видим. Бар. Ой, 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 ой. Посмотрите, что делает у нас тот страшный Огар. Пилим. Пуч. Но Пуч. Но Пуч и заблочил СФ меня. СФ заблочил чуть-чуть. Я бы ушел. СФ чуть-чуть заблочил. Реально. Go. Худ сделаем. Худ сделаем. Он встал передо мной, и у меня персонаж начал обходить. Печалька. Ну, взял на себя, так сказать, очко боевое, потому что это саппорт гейм, ребят. Это саппорт гейм. Ставим имба в армии. Главное, чтобы видно было здесь подходы. Инвокер у нас, кстати, там говорит, что он нам с Дель Альби. Он нам с Дель Альби говорит. Посмотрим, инвокер. На что ты способен, мы сейчас посмотрим. Хорошо. Так, делаем худ. Инвокер обещал с Дель Альби. Инвокер обещает с Дель Альби. Бро, ну мне чуть-чуть надо дофармить, но... Так, инвокер. Ой, инвокер. Пудж. Нападает Баратрум у нас с помощью Незер... Как у него, по-моему, Незер Страйк? Я не помню, как у него... Незер Страйк и... Да, у него Незер Страйк, а у Вайпера Вайпер Страйк. ССССР Санстрайк, ребят, боитесь Санстрайк, гоу Ой его, лоха Раз он так с нами, мы и так тоже с ним будем разговаривать Там изи, изи, изи Вот этот инвокер, посмотрите, он даже не знает Что мы подходим, он не знает, что тут засада Засада уже идет А тут Феникс влетает, дайвом, начинается жесткий файт Опасно, опасная ситуация Опасная ситуация, умирает инвокер Еще не вечер, пишет Хе-хе-хе Ох уж этот инвокер Бро, никогда не пиши в чате, еще не вечер Там ганг-отряд уже готов Ганг-отряд уже готов Ты шо, не пиши в чатике Братишка, играй А то да побачи не будет Уже вечер Уже вечер, бро Хе-хе-хе Ой, а дайва-то нету Но инва в кд Инва в кд Кидаем, опа Ультимативный успех Успеваю ультимативу нажать Ребята, давайте, давайте Раскаталочка, СФчик, давай Хорошая раскаталочка Давай два куала, нужно умирать Но они умирают Они от моего запиливания А умирают у нас от Огро Игнайта И от СФ ульты Божечки, божечки, божечки Пайп есть Ой, пайп худ Хорошо Хорошо, хороший файт Хороший залог успеха Ой, ФФ посыпались Ой, ФФ посыпались ФФ посыпались ФФ посыпались, ребят Шо, готовы, дети? Да, капитан? Так, я вас не слышу Так точно, капитан Неужели тут будет победа? О, Рошан лох по... Урса чё, сдох? Урса сдох, что ли, от Рошана? Ой, Лолик А как, как? Опасно Опасная игра Инвокер Умирает Вечер, бро Вечер Инвокера вечер наступил Ребят От 1 до 10 Вечер в инвокера Насколько сейчас наступил? Пожалуйста, ребят По... Так сказать По традиции По традиции Ребят По традиции Насколько вечер у инвокера Насколько вечер сегодня у инвокера наступил рано Рано или не рано Не знаю Завардили всю Завардили всю карту, ребят Вардим Вечер, вечер, бро Он злится там, сидит Но видно, парень хочет очень выиграть Очень хочет выиграть Парнишки Интересно, есть этот вижн какой-нибудь Гоу-чек Да, есть, отлично 1 на 1 сыграем Вот это, блин, ребят Бросайте Если вы в 5 на 5 Ни хрена не можете камбэкать Типа 1 на 1 Я вот прошлую игру Вы бы видели, как я держался Я держался до последнего Но мы проиграли У нас Свен был плохой Который вообще стан даже не мог дать Когда Легион там в дуэли А потом Гоу-гоу-гоу-гоу Гоу вот этого пацана Да не пиши ты ему Давай играть в доту Зачем ты ему пишешь? На его уровень опустишься Я не понимаю челов Который начинает писать вот так Он сейчас прогулял фраг просто И все Коу-гоу-гоу-гоу Гоу-гоу-гоу-гоу Аего Опа Бара начинает файт у нас тут Полетел Сюрикентосович Хорошо Перотон Ты торнадо не попадаешь Торнадо не попал, бро На тебе трек Хорош Ладно, гауль, танел. Откатим КД. Просто. Но инвокер, честно, инвокера вины нету, что он тут проигрывает на самом деле. Во-первых, их четыре стало сейчас. Но траксы особо пользы не было. Но смысл в том, что он вроде... Он что-то знает, инвокер. Но он плохо позиционируется. Мы тут... Так я тут играю. СФ активно начал играть. И БХ активно играет. Понимаешь, бро? Если ты... Это инвокер. Если ты будешь смотреть потом этот видос, то знай, ты в принципе тут не виноват. Может, ты хорошо играешь, но в этой катке тебя просто загангали. Я вижу, что ты пытаешься. Там коллснап, торнадо. То есть, знаешь, какие-то комбинации, которые много кто не юзает. Но все равно, бро. Держись. Просто держись. И никогда не пиши вот так в чат. Никогда не оскорбляй никого. Там мать твою, не мать. Ребят, ну будьте выше этого. Зачем вы этого? А потом говорят, что какая-то национальность плохая. Там... Ну, я не знаю, ребят. Будьте просто умнее, пожалуйста. Вот, ну реально. Я вам реально, ребят, обращаюсь. Будьте умнее вот этого. И просто, я не знаю. Что вам еще сказать? Вот просто, а потом говорят, нация плохая. Да при чем тут нация, если человек такой? Во всех национальностях есть гнилые люди. Реально, люди виноваты. А нации-то все одинаковые. Они все... Мы все равны. Просто люди такие, они позорят, позорят. Люди есть позорники. Которые позорят просто. И, ребят, ну держите себя в руках. Даже если проигрываете, ну там... Ну хрен с ним, хрен с ним там. Ну ладно. Пуфик. Ну лузанули, лузанули. Хрен с ним. По хрен с ним. Типа лузанули, лузанули. Ну что такого? Зачем родителей оскорблять? Как будто его родители виноваты, что ты проигрываешь. Они... Ну, то есть как бы... Ну вы понимаете. Опа, ну меня тут походу сейчас разнесут. Нет, ну я сразу... Не собьешь, не собьешь. У меня... О, так вдвоем собьете. Вдвоем собьете. Чуть не хватило. Чуть не хватило. Вот мне бы сейчас Аегу. Чуть не хватило, ребят. Ну кто знал. Так, умирает у нас тот инвокер от культимейта. Будет ли СФ нажимать какие-то койлы? Нажимает койл СФ. У нас притягивается. Нас тут Баратрум. Ой, Баратрум. Огрика притягивает с помощью хукшота. Но дерется нас Огр, зная, что у него... Просто на мужика. Потому что у него есть Аеги. ССФ добивает. Делает репикю. Трипл фил. Отлично. Это СФ. А СФ просто молодец. Но я делаю все, что могу. Ребят, саппорт. Что тоже как бы... Ну, меня тоже нужно похвалить. Саппорт. Но ниша саппорта, это знаете, такое... Не замечают, что ты делаешь. Ты вроде что-то делаешь, но ты ничего не делаешь. То есть, понимаете? Ты вроде что-то делаешь, но ничего не делаешь на самом деле. Там Аегис. Да добей ты его. Хорошо. А СФ тоже... Мне не нравится позиция СФ. Он выпендривается. У него игра идет, потому что мы его поддерживаем. Все тут катка такая, саппорт-катка. Мы его поддерживаем СФ. И он, типа, такой, знаете, там, добивает всех. И такой, ах, как же я. Какой же я сильный. Да нет, тебе просто помогают. Ты бы сам так и сосал. Мы пока начало не начали с тобой бегать. Братан, ты же бегал, сосал. Гоу. 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 Я захилю. Он не хочет, походу. Так, Огр бежит у нас там. Самоотверженность. Его второе имя. Суицидится. Будет ли продолжение? Захилю. Захилю. Пацана. Раскидал я яйца. Хорошо. Вот так вот делаем. Засейвил пацана, как мог. Упса. Упса. Вот сюда отлет делаем. И убегаем. Хорошо. Отлично. Ну, вот как-то так. Как-то так. Хз. Еще не вечер, сказал инвокер нам. Но две кнопки соединить он не смог. И поэтому напишем гг вам. И захочет инвокер написать. Гг. Изи катка, пацаны. Заходите один на один. Я вас выиграю. Такая мини-рекламочка, ребят. Ребят, напоминаю. Ты не подписан. Обязательно подписывай, чтобы знать чуть-чуть больше по дотке. Пытаемся засаппортить эту игру. Ну, вроде получается. И, соответственно. Ну, билд. Когда ты в керри, так сказать, в керри-билде намного интереснее. Когда ты убиваешь, всегда интереснее, да, ребят? А когда ты саппортишь, ну, как-то такое, что ли. Ого-го. Ого. Леончик. Леончик. Стики, стики, стики. Ой, за меня просто душу дот. За тебя колым отдам. Душу дьяволу продам. И как будто бы с небес. Баратрум. Бегущий бес. Заюзал я тут Санрей. И захилил я парней. И теперь я тут крутой. Я саппорт на Фениксе. Отлично. 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 Поехали. Дальше. Уже 13к сабов, ребят. Это достойно. Это достойно. Так, есть пайп. Ломаем. Гоу. Зачем церемониться? Зачем там бегать? Зачем там бегать? Ломаем просто и все. Собрали саппайтемы. И поехали. Ой, собьют. Мама. Отлично. Ребят, вот такая катка. Сэфу нормально так подлезали. Сэф доволен, наверное, будет каткой. Будет говорить, как же он затащил. Всем в школе будет рассказывать. Ребят, не теряйтесь, ребят. Ни в коем случае, никогда. Ну вот выигрывает Сэф. Ну, не выпендривайся. Ни с кем не закусывайся. Инвокер тоже. Инвокер видно, что что-то может юзать. То есть, не видно такого, знаете, что он уходит без действия. Он пытается огрызаться. То есть, ребят, цените своих оппонентов. И вас также будут ценить и уважать. Ребят, вот такая саппорт катка специально для вас. Но керри катка, конечно, более интересная вышла. И, ребят, не стоит пренебрегать все же арканами. Можно сделать грифсы, если ваш фарм, если ваши файты вам позволяют. Чем больше файтов, тем больше золота. 85-я карта. Именно так и позиционируется. Ребят, 24 асиста. Огрик тоже молодец всем. Ну, я, в принципе, смотрите, по асистам и по киллам я примерно одинаково. Ну, Урса вообще нихрена не делал. Ну, и Сэф 22-7. Ну, нормально все сыграли. Как бы молодцы, пацаны. Тракса жалко то, что она вышла. Но, ребят, надеюсь, все равно вам эти катки понравятся. Что-то будет какой-то, что-то. Ну, какие-то меты, страты вы для себя переймете. И не забывайте, как делать вот этот абуз с Санреем плюс Спиритов. В первой катке я об этом рассказывал. Просто Санрей, Спириты готовы. И Спиритов сюда, допустим, F. И сюда налетаем. И просто смотрим, как Феникс куда-то в ту сторону летит очень быстро. Ребят, все это очень изи. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Гоу, наберем хотя бы 500 лайков. Ну, мне кажется, гайд не сильный такой вышел. Но, все равно, я думаю, вам будет интересно, как геймплеить на данном персонаже. Все, ребят, всем до скорого, хорошего настроения и пока.